Продолжение следует... Во главе угла партии развитие сельской местности, поддержка многодетных и малоимущих семей, развитие молодежного предпринимательства. Задача первичных партийных организаций организовать эту работу и контролировать. На встрече с членами первичных организаций были обсуждены эффективные пути организации этой работы. Также были рассмотрены вопросы технического оснащения первичек. Главная партия обеспечит все первичные. Первички компьютерами, оргтехникой и стендами. В области работают 272 первичные организации. Они разделяются на три категории. Первая от 3 до 300 членов, вторая от 100 до 500 и третья категория свыше 500 членов. В области преимущественно первички именно первой категории с небольшим количеством партийцев. Они работают в самых разных сферах. Это значит, что партийный контроль ведется повсеместно. Разработанная ООН «Мировая повестка устойчивого развития» направлена на обеспечение достойной жизни человечества и потомков. Поставленные 17 целей охватывают все сферы жизни. Было отмечено на конференции в Казларде с участием представителей структуры ООН «Женщины» Центра института экономических исследований при Министерстве национальной экономики. Повестка устойчивого и безопасного развития ООН поддерживает стремление стран стать хорошими гражданами мирового сообщества. Она поможет помочь Казахстану продвигаться в достижении стандартов ОСР, вхождении в число 30 самых развитых стран мира. Цели устойчивого развития должны способствовать зеленому экономическому росту, повышению качества образования, медицины, улучшению экологии, созданию рабочих мест, сокращению неравенства между городом и деревней, укреплению стабильности в стране. Достижение цели повестки было подчеркнуто на конференции, возможно, только при условии активного участия всего общества. Казахстан в первые 16 июля в ООН представит добровольный национальный отчет о работе по целям устойчивого развития, о достижениях, проблемах и планах. Обзор уже подготовлен и размещен на сайте ООН. Хочу отметить, работа по достижению цели устойчивого развития – это не только работа одного государства, госорганов. Каждый должен принять участие в обеспечении достойности жизни общества и последующих поколений, выбрать нишу, где можно внести свой вклад. Радует, что в семинаре принимают участие не только госслужащие, но и активисты со всей области. Это показатель высокой информированности. Ярмарка госуслуг прошла в поселке Тасбугет. Цель мероприятия – повышение доступности госуслуг. Среди главных задач также увеличение доли электронных услуг. Сегодня большую часть госуслуг можно получить в электронном формате. Это очень удобно, экономит время и средства. Однако пока удельный вес получателей электронных услуг низкий. В прошлом году воспользовались информационными технологиями меньше 50%. На ярмарке специалисты разъясняли и преимущества ЕГОВ. Получатели госуслуг могли все свои вопросы задать и получить консультации, а также необходимые виды услуг. Мы специально пригласили представителей всех отделов городского акемата – земельных отношений, архитектуры и градостроительства, ЖКХ, занятости. Здесь также выдают ЭЦП и обучают получению электронных услуг. Продолжается сбор средств и гуманитарной помощи пострадавшим от взрывов жителям города Арыси. Очередная акция «Арысь мы с вами» состоялась в парке имени Батырхана Шукенова. События в Арысе никого не оставили равнодушными. Казлардинцы также стремятся внести свою лепту в поддержку пострадавших. В парке собрались сотни горожан, в их числе учителя, врачи, предприниматели, молодежь. Принесли в общую копилку деньги и различные предметы обихода. Сегодня в пен-парке имени Шукенова поставили ящик и собирали денежные средства. Саллардинский народ молодцы, все дружно, помогают. Сегодня коллектив школы-лицея номер 136 имени Шукенова в помощь пострадавшим в Арысе от всего сердца передает свои собранные средства. Мы все сочувствуем жителям этого города, мы с ними. Пусть никогда больше не повторится такое. Зноенным летом спасение в деревьях. По данным ВОЗ, плохими по озеленению считаются города, где растительность занимает менее 10% от общей площади. В хороших городах 40-60%. А сколько у нас насаждений, к сожалению, неизвестно. Как нам сообщили в отделе ЖКХ, у нас не ведется такой мониторинг. Дерево – это легкие города. Они поглощают углекислый газ, вредные вещества, дают тень и прохладу, что жизненно важно в условиях нашего сдойного лета. До сих пор старожилы помнят, каким зеленым был когда-то город. К сожалению, сейчас иная картина. Я стою на одной из центральных улиц. Обратите внимание, что деревьев здесь самая малость. В основном старые. На других улицах и вовсе не кустика. В основном в городе доминируют клумбы, газоны. Ничего не скажешь – красиво. Но в условиях нашего знойного лета людям нужна спасительная тень. А ее могут дать только деревья. У нас же, как мы поняли, их больше сажают в сверх парках. Сажают на улицах мало и нет должного ухода. В результате деревья плохо переносит мороз и жару. Болеет и умирает. В летний период мы наблюдаем, что наши деревья становятся прозрачными. То есть все хлорофильные части ими обедаются и оставляется только жилка листьев. И как будто мы в июле месяце наблюдаем, как будто у нас наступила осень. Она еще второй раз проявляет листья. Естественно, растение тоже защищается и энергию отдает на образование вторичных листьев. И после этого наши деревья ослабевают. То есть после ослабления мы наблюдаем очень много сухостой деревьев. Начинают усыхать ветки, а потом целое дерево. Мы должны осенний период за ними должны ухаживать. В каком плане? Их надо готовить, подкармливать, а потом обрабатывать всю поверхность. К сожалению, вместо подкормки они получают яд. Ворыках нет воды или она застоявшаяся. Не знаю, возможно, откуда-то сливают. Запах неприятный. Особенно вечером, когда идешь по улице, чувствуется. Не видел, как сливают, но запах вонючий ворыках на улицах. Возможно, действительно отводят воду из канализации. Это неправильно. Это не чистая вода, потому что из-за рыков идет сильная вонь. Конечно, это влияет на нас. В особенности, когда хочешь посидеть, отдохнуть, прогуляться, но просто дышать невозможно. Когда идешь по улице, чувствуется зловоние. Здесь даже развелись лягушки и запах, как будто слили воду с канализации. Думаю, что действительно так. По мнению ученых, первопричина такого положения дел – непрофессионализме. Зеленым строительством города должны заниматься специалисты. Регулярно проводить лесопатологическое обследование зеленых насаждений. Вести строгий учет деревьев, их возраста и состояния. Создать карту озеленения каждой улицы, где спилить мертвое дерево, где подсадить. Агрономы, биологи, ученые готовы помочь. Однако к ним не обращаются. Я думаю, на это есть много причин. И первая – это экономическая проблема. Я считаю, надо работать комплексно. Мы каждый раз поднимаем этот вопрос. Деревья в городе болеют. Я не могу сказать, что для этого ведется очень много работ. Также, на мой взгляд, нашим растениям трудно расти из-за грунтовых вод, так как уровень грунтовых вод все время нестабилен. То очень много, то вовсе нет. Поэтому верхушка деревьев усыхает, а в средней и нижней части, наоборот, растут. В этом случае, я думаю, когда корневая система достигнет грунтовых вод, им не хватает кислорода, и они гибнут. Необходимо рассмотреть эту проблему. И еще ученые против увлечения посадкой неместных пород деревьев. Их хорошо сажать в ботаническом саду, где за ними есть тщательный уход. Для тени же нужно сажать свои, родные, неприхотливые – тополя, карагачи, турангул, сырталы. У них мощная корневая система, которая под почвой работает как насос. Поэтому они не погибают в условиях нашего маловодия. Сажают не совсем те деревья, которые приживаются к нашему климату, к нашему земле. Вот обратите, вот сюда даже здесь. Зачем ель сажать? Зачем пихту сажать здесь? Вот что нужно, карагач сажать, особенно в пределах этого. Клен здесь неплохо, клен чистый. И еще турангуль. Про него забыли? Турангуль. Он живет сто лет с лишним. Воды минимум. Уникальные еще деревья. Так это можно сажать, но это у себя на участочке, под пленочкой, на дачке. Пожалуйста, эксплуатируйте. Но в масштабах области сделать настоящее кольцо. И внутри города нужно те сажать, которые уже веками, уже десятилетиями здесь оправдали. И как приятно. Среди причин, почему погибают деревья, не проживаются саженцы. Называют обычно разрушение арочной сети. На восстановление требуются миллиарды. Атрау решил эту проблему. Наладил поливочный водопровод. Можно перенять у них этот опыт. Установить капельное рожение. Словом, надо что-то делать. Деревьев мало, загорода много. А именно, в городе их мало. Хотя есть, но мало. Надо сажать подходящий под наш климат деревьев. Это тополь, карагач. Во многих местах в городе требуется озеленение. Например, в микрорайоне КБИ, в районе базара очень мало деревьев. Я считаю, нужно уделять особое внимание озеленению города. Нужно увеличивать зеленые насаждения. Деревья очищают воздух и дают кислород. По-моему, деревьев мало. К примеру, улица Садвакасова. Там очень мало деревьев. Вот пешком идешь по улице, не тенечко. Молодых деревьев тоже мало. Агирин Туриман, Талхат Альменов, Талхат Садыков, Чингис Абаев, Ахан Алиев, Канат Мохамбетов, телеканал Казларда. Продолжаем выпуск. Как уберечь родных людей от наркотиков? Как своевременно определить тревожные симптомы наркозависимости? Как помочь преодолеть эту зависимость? Эти вопросы были рассмотрены на семинаре с участием наркологов, специалистов Центра здоровья молодежи, Центров СПИД и ВЗОЖ, а также Управления по борьбе с наркобизнесом. По республике отмечена тенденция снижения наркомании, однако это зло актуально. Так, с начала года впервые поставлены на учет 90 наркоманов. На семинаре были обсуждены новые методы профилактики и лечения наркомании, особенности работы с родителями больных. Здесь на лечении находятся от 6 месяцев до 2 лет. К сожалению, здесь у нас имеются небольшие затруднения, мотивации больных. Судя по специфике болезни, больные в основном страдают аннозагнозией, то есть это отстрицание заболевания. Поэтому здесь приходится специалистам работать в плане мотивационной терапии. С прошлого 2018 года у нас открыто новое подразделение. Находится в поселке Баймрат, МИС. А там, в общем, на 40 коек рассчитаны. Там больные находятся на лечении, полностью вовлечены в трудотерапии, проводятся психотерапевтические, психокоррекционные методики. Основная цель – это социализация контингента. Сегодня частные клиники активно задействованы в обеспечении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В их числе – Центр урологии и андрологии в Казларде. В этом году медицинское учреждение отмечает свое пятилетие. В момент открытия в центре работали всего 14 сотрудников. Сейчас их 43. Врачи прошли обучение в передовых клиниках зарубежья. Здесь на постоянной основе организуются мастер-классы с участием высококлассных специалистов из столицы и Алматы. На этот раз успешно провел операцию онколог высшей категории, заведующий отделением Национального центра онкологии и трансплантологии Талгат Курманов. Сейчас увеличилось количество опухолей, поэтому важно проводить своевременно диагностику организма. Если онкология выявляется на ранних стадиях, ее вполне возможно излечить. Это первая и вторая стадии. У данного пациента была большая опухоль. Мы ее удалили без разреза. Все прошло успешно. Теперь пациент будет под наблюдением. До этого чаще всего выполнялись данные операции открытым способом. То есть через пузырным доступом удалялась данная опухоль. Но сегодня вы сами были свидетелями того, как с применением малоинвазивной технологии в течение 20 минут пациента избавили от рака, по сути дела, мочевого пузыря. Стоит отметить, Центр урологии и андрологии занимается как диагностикой, так и лечением. Здесь работают дневные и круглосуточные стационары, операционный блок отделения физиотерапии, лаборатория, Центр МРТ. За пять лет урологическую помощь получили более 4 тысяч человек. Проведено 1200 операций. Известные врачи высоко оценили работу клиники. 33% всех больных прошли лечение по квоте. Это очень хорошая клиника. Не каждое медучреждение может похвастаться такой базой. Я думаю, что медучреждение ждет большое будущее. Мы связываемся с российскими коллегами. В будущем, возможно, будут проводиться мастер-классы. Центр планирует дальнейшее улучшение качества своих услуг и увеличение доли гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Алина Параджан, Шелпан Исабекова, Алпамы Сашербеков, Бекбулат Абденов, Досхан Садпай, телеканал Казларда. Это было последнее сообщение выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал kastrk.kz на сайте телеканала Казларда. Далее о погоде. Спонсор прогноза погоды – пятизвездочный отель «Султан Плаза». Оставайтесь с нами. До свидания. В жизни каждого человека бывают важные даты и события. Банкетный зал «Балрум» идеально подходит для проведения ваших мероприятий, свадьбы, к изузату, юбилея и других важных событий. Вас ждут обновленное меню, лучшие повара, идеальный персонал и цены от 3500 тенге. В подарок фотосессия и номер в пятизвездочной гостинице «Султан Плаза». Проведите незабываемые торжества в банкетном зале «Балрум». В Иральском районе днём плюс 41, ночью плюс 20. В Казалинском районе днём плюс 41, ночью плюс 22. В Байконыре днём плюс 42, ночью плюс 23. В Карамакшинском районе днём плюс 42, ночью плюс 23. В Жалагашском районе днём плюс 42, ночью плюс 24. В Сердорьинском районе днём плюс 43, ночью плюс 25. В Шалагашинском районе днём плюс 45, ночью плюс 26. В Жанакурганском районе днём плюс 44, ночью плюс 27. В Казаларде днём плюс 43, ночью плюс 25. Доллар США 378 тенге 83, евро 430 тенге 99, российский рубль 6,4 тенге 4, китайский юань 55,5 тенге 5, тенге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...